В эфире телекомпании Город. Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Вам лайки, нам драгоценности. Как одна фотография в социальной сети способна привлечь грабителей. Тротиловые шашки и взрывчатка. Полицейские пресекли незаконное хранение взрывчатых веществ. Бывший наркоман или исцеленный поневоле, как в колонии, лечат наркозависимых. Для квартирных краж характерны две картины преступления. Географическая и сезонная. Но если раньше грабители оценивали благосостояние хозяина дома по пластиковым окнам и богатой двери, то сегодня и к гадалке не ходи. Хватит одной фотографии. Казалось бы, что плохого может быть в обыкновенной фотографии, где человек в панамке с приклеенной на носу бумажкой делится впечатлениями, как здорово вместо офисного костюма, наконец, облачится в сланцы и шорты. Но прогресс неумолим. С недавнего времени именно социальные сети стали надежным инструментом для квартирных воров. Оказывается, никто так часто не заходит на наши странички, как преступники. И лайки тут совершенно ни при чем. Домушники используют различные хитрости и уловки, чтобы выведать, в какое время квартира остается без присмотра. Часто мы сами им помогаем. В социальных сетях многие делятся с друзьями своими планами через статусы. Например, в отпуске до конца июня. Наслаждаюсь отдыхом на берегу океана или отдыхаю на даче с семьей. Вот вам и приглашение. Летом количество квартирных краш увеличивается почти вдвое. Одни слишком громко уезжают, давая сразу зеленый свет грабителям. Другие открывают специально форточки, чтобы проветрить квартиру. А третьи и вовсе готовы закрыть входную дверь на обыкновенный шпингалет. Иногда лучше замков с повышенной секретностью и сигнализацией работают самые обыкновенные соседи, которые готовы присмотреть за вашей квартирой в отсутствие хозяев. Но и их нужно выбирать правильно, чтобы любопытная старушка не выдала все как на духу первому проходимцу. Две тротиловые шашки, электродетонаторы и более двух килограммов взрывчатого вещества. Такую находку оперативники обнаружили в жилище злоумышленников, на которых вышли в ходе спецоперации. В рамках оперативно-разызнанных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона и 41-летнего жителя Рязанской области, которые подозреваются в том, что по месту жительства хранили взрывчатые вещества и устройства, а также литературу экстремистского содержания. Подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено два уголовных дела. Специалисты все чаще ассоциируют наркоманию с радиацией. Ни вкуса, ни запаха, ни повальной эпидемии. В какой-то момент просто понимаешь, что состояние знакомого человека стало другим. По словам психологов, есть два основных типа наркоманов. Первые – ведомые люди, которые легко поддаются влиянию, потому и вылечить их значительно проще. Вторые с детства лишены внимания и любви близких, и по этой причине сформировали свое внутреннее сознание. Однажды им становится просто в нем тесно, и как раз наркотики помогают расширить эти условные границы. Но главный парадокс в том, что лучшим учителем в итоге и для тех, и для других оказывается тюрьма. Туда мы отправились выяснять, чем именно адаптация в колониях отличается от всех остальных. После долгих уговоров близких, трудного лечения и переосмысления поступков, каждый бывший наркоман оказывается на перепутье. С одной стороны – семья, с другой – прежняя, не самая положительная компания, с третьей перспективы. Одна из программ для осужденных, имевших пристрастие к наркотикам, так и называется – «Перекресток». Шестая колония – это как раз то самое место, где была создана и опробирована программа «Перекресток». И она заняла третье место на всероссийском конкурсе пенитенциарных психологов, была разослана в другие регионы, как передовой опыт, активно используется, активно внедряется не только на территории Рязанской области, но и на территории всей России. За коробкой с яркими пуговицами или набором картинок не сразу разглядишь главные инструменты психолога. Самый яркий предмет – детство, более скромная в цветовом отношении – юность. А дальше вопрос – насколько насыщенным был тот отрезок жизни, который потрачен на наркотики? Свои выводы по окончании курса занятий с психологами осужденные должны описать в Большом эссе. Почитать любопытно. В следственном изоляторе они проходят так называемую ломку, когда отходят от ВК, это наркотик. Здесь они поступают, у них, скажем, уже период такой адаптационный прошел. Я полгода просидел в тюрьме, и, естественно, это уже дало сознание. В колонии тюрьма отличаются немножко. Ну, свежим воздухом, более как-то свободно можешь передвигаться. Спорт, городок здесь есть, промзона. История Владимира мало отличается от всех других. Просто повезло меньше. В итоге оказался за решеткой. Но и на это как посмотреть? Для него вынужденная ремиссия стала скорее спасением. С героина начал. И был такой период времени, что употреблял его, наверное, 4-6 месяцев. И вот по истечении 6 месяцев уже было сложно бросить как-то самостоятельно. Нужны были вспомогательные средства, скажем, какие-то. Изоляция и так далее. Наверное, отталкиваясь от поговорки от суммы, тюрьмы не зарекаются. Не исключал, да, скажем. Тем более, ну, знал, что имею дело с наркотиками. Конечно, где-то предполагал. Я погрузился в эту сферу незаметно. И было уже тяжело бороться, когда понял, что нужно бороться. Хорошие родители образования, жена, двое маленьких детей – все это быстро отходило на второй план. Появилась только новая задача – заработать больше, чтобы не отбирать у семьи. Многие приезжают, имея семьи, имея детей, родственников. И, прежде всего, конечно, вот это влияет фактом, определяющим его поведение здесь, в исправительном учреждении. На всякий случай, каждая женщина, попадающая на территорию колонии, получает специальный брелок с тревожной кнопкой. В случае ЧП помощь придет незамедлительно. Но пока устройством пользоваться никому не приходилось. Психологам в колониях вообще отношение очень уважительное. Они примут, выслушают, помогут понять самого себя. На состояние здоровья, потому что, как правило, приезжают они сюда уже с рядом серьезных заболеваний, в том числе и психических. И поэтому в комплексе здесь мы стараемся проводить и с медицинскими работниками. В ЭК номер 6 4 психолога. Всего в колониях Рязанской области их 35. Что интересно, Владимир попал в места заключения совсем не за наркотики. И поначалу вообще отказывался признавать наличие проблемы. А в итоге сам попросился на занятия, как и многие другие. Да, они действительно приходят сами. Начинать было достаточно сложно. То есть первое время мы их собирали в группу, уговаривали, но это было лет 6 назад. Сейчас слава идет вперед. Они прекрасно знают, что во время занятия они получают для себя и интеллектуальный заряд, и могут расслабиться и пообщаться в неформальной обстановке. Татьяна чуть больше двух лет работает с осужденными и уже устала отвечать на вопрос, почему добровольно помогает именно этой категории своих пациентов. Приходят осужденные и порой даже приносят списки группы и говорят, что вот мы подобрали группу, мы все психологически совместимы, возьмите нас, пожалуйста. Мы готовы работать друг с другом. У нас будут проходить какие-то положительные процессы и динамика. В этом кабинете следует определенному списку правил, хотя на первом занятии самое простое из них – не перебивать друг друга – оказывается и самым трудным. Наверное, только с третьего занятия такие, как Владимир, осознают, где и почему оказались. Первые, наверное, два занятия эту эмоциональность было сдерживать достаточно тяжело, потому что он, собственно, одна из особенностей наркоманов, говорил, практически не переставая, так как он не один в группе, все-таки уделяется внимания же всем, высказывал, комментировал практически любые моменты. Вот с психологами столкнулся впервые и до этого не имел представления, как и что это будет выглядеть. Но, в принципе, все очень легко, все доступно, непринужденно, и очень все наглядно как-то рассказывается. Они же получают домашние задания, работают над собой, и таким образом отвлекаются от тюремной субкультуры и вообще от того, что они находятся в изоляции. А вот психологам стало труднее. Если еще 15-20 лет назад наркоманы сидели на марихуане и героине и через несколько месяцев приходили в себя, то современные синтетические наркотики напрочь разрушают психику. Редкий человек, подсевший на спайс, проживает десяток лет. Не хватало сил и воли изолировать себя от наркотиков. Просто нужно было какое-то время, чтобы отойти от этого. А, собственно, из-за того, что нужно работать, общаться, и из-за этого сталкиваешься с этим. Вот, нужно было как-то себя изолировать. Ну и, собственно, вот тюрьма помогла вот этой изоляции. Дома вас простили, вас ждут? Ждут, конечно. Даже сами сотрудники колонии однозначно не ответят на вопрос, есть ли выражение бывший наркоман. Они бросили, потому что смогли, или потому что не встретили соблазнов? Это все с работы. Вот, собственно, работал с коллегой и вот так вот попал под зависимость. Когда ваш супруг заметил, что вы чуть-чуть изменились? Ну, я сам признался, наверное, в самом начале. Какая реакция была? Отрицательная. Что ты говорила? Пойдем лечиться, пойдем, не знаю, куда, к психологу. Да, нужно бросать, нужно прекратить, ну и так далее. Собственно, поезжали куда-то, но по возвращению все возвращалось. Плакала, просила, умоляла? Да. Вам было не жалко в тот момент? Конечно. Эта методика называется метафорические карточки. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Каждый человек увидит в абстрактных картинках что-то свое, ассоциируя линии цвета с личными воспоминаниями и представлениями. Внимательно рассматривая картинку своих ошибок, Владимир сказал ключевую фразу «меня здесь, наверное, нет». Здорово то, что даже в настоящем, где, в принципе, он видит окружающих достаточно негативными личностями, он нашел что-то похожее на улыбку и сказал, что здесь он улыбка. Наркозависимость, как запретное райское яблочко, вкусив которое, в рай вернуться уже невозможно. И постоянно приходится держать себя в руках. За прошлый год в учреждениях региональной пенитенциарной системы было изъято более 722 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Наркоторговцы и грабители, укравшие ради денег на очередную дозу, заметно тесни от ряды преступников. В сравнении с прошлым годом, это где-то на одну треть увеличения произошло. И в настоящее время это содержится у нас порядка 600 человек. Кульминацией адаптации в колонии становится яркое общеколонийское мероприятие «Суд над наркоманией». Сценарий, в принципе, есть, но каждый раз местные режиссеры, постановщики и актеры вносят свои дополнения и драматургию. В зависимости от ощущений и выводов. Людям, которые попали в такую же ситуацию, конечно, хотел бы сказать, во избежание тюрьмы, посмотрите вокруг, то, что страдают только все ваши близкие люди из-за того, что вы получаете эйфорию. У Владимира подрастают на воле дочка и сын. Пока в силу возраста они легко верят в добрые сказки о папе. Но он готов и к семейному суду. Да, расскажу. Буду вот этим негативным опытом стараться уберечь их от каких-либо неправильных шагов. Чудес не бывает. Любое решение в жизни – это личный выбор и ответственность за него. Так вот, мы желаем, чтобы труд психологов и работа над собой не прошли даром. И долгожданная свобода снова не превратилась в клетку для тех, кто вынужден жить с наркоманами. Это все, о чем мы успели рассказать. В следующий раз мы увидимся в эфире ровно через месяц. Творческий коллектив программы «Вызов принят» прощается с вами на время летнего отпуска. По традиции желаю не попадать в криминальные сводки и запомнить июль только чередой положительных событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин